Привет, друзья! Давненько мы с вами не общались в прямом эфире, за рулем, как говорится. Многим не нравится такой формат, многим нравится. Мне лично удобно, приятно порассуждать, пообщаться с вами. И сегодня хочу немножечко покритиковать Виктора Николаевича Силуянова. Но сразу оговорюсь, вы все знаете, что я, наверное, самый его преданный адепт, поддерживаю его во всем, что он говорит. И на самом деле то, о чем я сегодня буду вам рассказывать, касается мелких нюансов, связанных, я думаю, с тем, что Виктор Николаевич все-таки в бодибилдинге, в телостроительстве, именно в наращивании мускулатуры с точки зрения практики, был больше теоретиком. И то, что в рекомендациях звучит в теории очень-очень грамотно, на практике, поверьте, выполнить невозможно. О чем я хочу сегодня поговорить? Сегодня мы поговорим о тренировке гипертрофии мышечных волокн в гликолитическом мышечном волокне за счет увеличения, за счет гиперплазии миофибрил. Не буду перечислять все факторы, все методы тренинга, которые рекомендует Виктор Николаевич для этого вида тренинга. Скажу только о тех двух, которые немножечко, опять-таки, с моей точки зрения и с моего практического опыта, не согласовываются. Теория с практикой. Давайте разберем первое. Что советует Виктор Николаевич для прокачки, для гиперплазии миофибрил в гликолитическом мышечном волокне? Самое основное, что советует Виктор Николаевич, вы знаете из его лекций, семинаров, статей, это работать с весом 80-85% от вашего разового максимума в течение 30-40 секунд. То есть, выполнять подход вы должны 30-40 секунд, для того, чтобы в мышцах произошли все те необходимые процессы, чтобы ДНК клетки запустила программу на строительство новых миофибрил. Так вот, именно в этом, друзья, загвоздка. Если вы попробуете реально с весом 80, а уж тем более 85% от вашего разового максимума поработать в таком режиме, большинство из вас не выдержит и 20 секунд. Поверьте, не говорю уже 25, 30, 35, 40, это вообще космос. Наверное, единицы только так смогут, и, наверное, они как раз-таки и становятся мистер Олимпия. Или побеждают на турнирах Арнольд Классик в Коламбусе. Вот первая несостыковочка. Если вы хотите придерживаться такой рекомендации, а именно работать 30-40 секунд, то вам необходимо будет работать с 75% от вашего разового максимума. Для абсолютного большинства. Не верите мне? Просто возьмите и попробуйте на практике, и вы убедитесь. При том, конечно, режиме, который рекомендует и обсуждает в своих семинарах Виктор Николаевич, на примере жима штанги лежа, я так понял, он это приводит. Там он, конечно, говорит, что жмете вы штангу, опускаете ее, у вас пауза, вы отдыхаете, выжимаете вверх, у вас пауза, вы отдыхаете. Возможно, в таком режиме и произойдет работа в течение 30-40 секунд, но такой режим нам не подходит, нам он не нужен. Мы не должны останавливаться ни в верхней, ни в нижней точке амплитуды. Наоборот, амплитуда должна быть немножечко сокращена, чтобы, во-первых, в верхней точке амплитуды не разгибать локти или колени, если мы тренируем ноги, чтобы не переносить нагрузку на суставы. Нам это не нужно, нам нужно, чтобы мышца, наоборот, о чем всегда, кстати, Виктор Николаевич говорит, находилась под нагрузкой. Так вот, если работать в нормальном режиме, в ограниченной, слегка ограниченной амплитуде и при этом концентрироваться на мышечном отказе не концентрическом, как почему-то его многие понимают, а именно на том мышечном отказе, о котором говорил Виктор Николаевич, а говорил он об отказе за счет нестерпимого жжения в работающей мышце. Именно жжение говорит о том, что вы достигли необходимого закисления, то есть ионы водорода выделились в достаточном количестве, мышцы болят. Вот сверх этого жжения нужно сделать там еще одно-два повторения. И вы чисто психологически не можете делать дальше движения, отказ наступает именно за счет болевых ощущений, а не за счет того, что вас придавило весом. Многие дурачки понимают это буквально, берут вес, сделают 4-5 повторений, их задавило, они считают, что это отказ, что это идеальная работа. На самом деле это тупизм. Это просто реальный тупизм. Вот первое, на чем я хотел заострить ваше внимание и услышать ваше мнение в комментариях. И, естественно, я это все буду тоже обсуждать и с Салимом. Надеюсь, он даст комментарии. И буду это все обсуждать с моим новым другом, профессором Kaiser University, очень грамотным специалистом, который, кстати, приезжал недавно в Москву по вызову кафедры Виктора Николаевича с 12-часовой лекцией. Очень грамотные люди. Послушаем, посмотрим, что они скажут, какие дадут комментарии по этому поводу. Запомнили, да, то, что с весом 80-85% от разного максимума практически никто из вас не сможет находиться под нагрузкой 40 секунд. Попробуйте. Просто попробуйте, друзья, и отпишитесь, пожалуйста. Следующий, следующий нюанс, который тоже вызывает у меня кучу сомнений. Вы знаете, я ничто, ничего от вас не скрываю в плане тренинга, в плане питания, в плане фармакологии. С недавних пор, вы знаете, я использую фармакологию, не стесняюсь этого. Мне вот уже в сентябре будет 43 года. Это, на мой взгляд, глупо наоборот поступать по молодости, принимать фармакологию, а потом отказываться от нее. Вот это настоящий дебилизм. А если вы большую часть жизни тренируетесь натурально, а когда вам уже за 35-40 потихонечку начинаете использовать фармакологию, то это только вам во благо и на здоровье. Особенно, если речь идет именно, конечно же, о мужчинах. Женщинам там другая история. Но тоже в связи с современной экологией, в связи с тем, какое сейчас питание, тоже необходимо задуматься о своей гормональной системе. Очень мало, к сожалению, специалистов, но они есть. У меня в друзьях, вот, к примеру, есть. Вконтакте можете найти Алексей Калинчев. Он один из самых грамотных специалистов в этой области. Если у вас проблемы сексуального характера, мужчина, женщина, вы, не важно, обратитесь к нему, и он очень быстро вам и недорого, кстати, поможет. Там у него уже такой список людей, особенно женщин, кому он помог. Будете потом благодарны и мне, и Алексею. Перейдем к следующему нашему пункту, с чем я немножечко не согласен с Виктором Николаевичем Сильяновым. Это количество рабочих подходов. Виктор Николаевич говорит, что в таком режиме, если вы выполните три рабочих подхода, это будет тонизирующая нагрузка. А развивающая нагрузка будет, там, от 4-5 до 9 рабочих подходов на одну работающую мышцу. То есть на грудную, на широчайшую, можете себе представить. Лично я категорически с этим не согласен. Я провожу такие тренировки. И если действительно выкладываться реально по полной, по максимуму, мне даже три рабочих подхода, я чувствую, что они развивающие, но не тонизирующие. И я сейчас на фарме, друзья, если я сделаю 9 таких подходов, да я сдохну. Мышца не то, что перезакислится. Я не знаю, что произойдет. Возможно, конечно, я настолько невыносливый, настолько слабенький. Попробуйте и вы тоже. Но лично мои рекомендации, друзья, для вас. Начинайте вот с этих самых трех рабочих подходов. Не больше. Что бы ни говорил Виктор Николаевич, поверьте, это будет не тонизирующая, это будет развивающая для вас нагрузка. И лучше постепенно, плавно идти к тем же 9 рабочим подходам, чем сразу попробовать сделать 5, 6, 7 подходов, или, не дай бог, 9, и просто выбить себя на несколько недель, может быть, даже из тренировочного процесса, потому что вы можете загнать себя в жесткую перетренированность. Проверено на себе. А стаж тренинга у меня уже, друзья, 30 лет. Вот такие два нюанса. Но повторяю, возможно, возможно, что и я не прав. Но мой практический опыт показывает, что здесь вот Виктор Николаевич немножечко-немножечко просто далек от практики бодибилдинга. И все-таки я считаю лично, что с 85%, даже с 80% от разового максимума, даже в жиме лежа возьмите просто всеми нам любимым, и попробуйте поработать в хорошем нормальном режиме 40 секунд с 80% от разового максимума. И напишите в комментариях, мне просто интересно, кто из вас сможет выдержать эти 40 секунд под нагрузкой. И кого не задавит именно концентрически. Друзья, отказ будет концентрический, а не за счет жжения, не за счет того, что мышца достигла необходимой кондиции. Так что, друзья, жду ваши комментарии. Спасибо, что смотрите. И не забывайте всегда, что теория без практики – это гниющий друг. Пишите в комментариях, что вы думаете по всем этим вопросам. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека, и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы, и сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Факт фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok